всем привет вы на канале умные животные и сегодня в этом видео мы поговорим про зеленый корм с приходом весны это очень актуально потому что его сейчас нужно не только давайте вашей птички но и заготавливать на зиму также зеленый корм зимой можно выращивать из сухого корма об этом я уже рассказывал предыдущем свое видео как я выращивала зелень для попугаи ссылочку я закреплю в описании но сейчас не об этом мы поговорим про зеленый корм для чего вообще он нужен зеленый корм обладает питательными веществами также мить минералами и витаминами но не все растения можно давать попугаи комнатный ни в коем случае нельзя зеленый корм нужно собирать у себя во дворе например или в лесу на полях но нельзя возле дорог или там где выгуливаются собак после того как вы собрали растение его нужно замочить на сутки в холодной воде не нужно обдавать кипятком в этом случае растение потеряет свои питательные вещества а сейчас у себя во дворе я покажу что у меня растет из того что можно давать попугаю и про него я расскажу ну а также расскажу про вкусовые качества моего крошки потому что я уже эту эти растения ему давала и он уже выбрал своих фаворитов пошлите как только пришла весна я думаю вы заметили что первый вырос одуванчик это самое первое и популярное растение которое можно давать попугаи можно дать стебелек цветочек лист листочки это тоже можно и такой же корневища это все хорошо промывать можно сушить на зиму или сейчас как я сказала замочить холодной водой и на следующий день дать своему попугайчику я крошки предлагала ну вроде цветочки его заинтересовали будем еще предлагать тоже так следующее что у меня растет это клевер или как еще и называют кунюшина как листочки так и цветочки можно давать попугаю крошки я его еще не предлагала можно предложить а нет вру предлагала в прошлом году и вроде он хорошо от них не отказывался так что предлагайте тоже своим попугайчиком сейчас стану возле стены покажу вам хорошо крупным планом как она выглядит или прикреплю картинку тоже вот так она выглядит я думаю все в детстве и увидели следующее растение так сказать бурьян который вот возле забора растет но ни в коем случае его нельзя косить потому что это любимое лакомство моего попугайчика и это называется пастушья сумка обыкновенные в общем название тоже очень интересные вот этих получается сердечках она держит семена и крошка их просто обожает я уже это растение замочила сейчас выру покажу и также подставлю картинку чтобы поняли что это за растение пошли так следующее что можно дать нашему попугайчику это земляника у меня она не растет я вам сейчас показываю клубнику но это что-то подобное клубнику тоже можно давать листочки а землянику это уже нас в полях степах это можно насобирать я свою кровь тоже предлагала грыз очень вкусненько а когда пойдут ягоды это обязательно ягоды можно тоже давать попугайчики не должны отказываться от этого рядышком возле него растет подорожник подорожник особенно семена подорожника это обязательно должно быть в рационе вашего попугайчика мой по крайней мере очень любит вкуснятина еще то так же я его сушила на зиму тоже попугай не отказывался земляника и клубника и подорожник семена тоже следующее что можно давать это крапиву но перед тем как ее дать нужно конечно же ошпарить кипятком также ее можно заморозить или засушить вот такая крапивка еще можно давать что сейчас что зимой но лучше все-таки зимой когда зелени эту это ботва морковки и ботва свеклы но я давала свеклу крошка не оценил а морковку если у вас есть огород можно с огорода как только полезет давать ботву срезать ну или если нету если вы в городе живете то можно купить морковку посадить ее землю и я думаю она тоже даст побеги или семена посадить тоже вариант в общем и все на этом все вообще растение очень много но я вам показала те растения которые растут у меня во дворе веточки кстати вишни тоже можно давать особенно молоденькие попугайчику я оставлю ссылку на сайт очень хороший сайт где рассказывают про разные растения которые тоже можно давать а на этом все спасибо за просмотр всем пока подписывайтесь на канал и кормите свою попугаю зеленым кормом пока